Издательство «Миф» представляет Читает Юрий Кузаков Практика самопомощи Стоп-токсичность Моим детям Жану Батисту, Александру и Эдуарду Всем тонким натурам Пусть каждый найдет свой путь к счастью И поверит во всеобщее равенство И, конечно, тебе Не знаю, что значит такое, что скорбью я смущен Давно не дает покоя мне сказка старых времен Прохладые сумерки веют, и рейна тих простор В вечерних лучах леют вершины дальних гор Над страшной высотою девушка дивной красы Одеждой горит золотою, играет златым косы Златым убирает гребнем, и песню поет она В ее чудесном пенье тревога затаяна Пловца на лодочке малой, дикой тоской планит Забывая подводные скалы, он только наверх глядит Ловец и лодочка, знаю, погибнут среди зыбей И всякий так погибает от песен лорелей Генрих Гейне, 1080-32 год Перевод Александра Блока Предисловие В начале лета 2015 года я ненадолго съездила в Тулузу Компанию мне составила моя подруга Ракель Она хотела сходить там на концерт Ракель в то время пыталась выйти из депрессивного состояния Вызванного очень токсичными романтическими отношениями До концерта оставалось несколько часов И мы отправились гулять по улочкам старого города Мы набрели на большой книжный магазин и решили зайти в него Там, среди сотен книг Одна сразу привлекла мое внимание Жанна Шарля Бушу Я наугад открыла страницу, прочла пару строк и сказал Ракель Да это же просто сокровище Жан Шарль Бушу рассказывает о механизмах перверсивного нарциссизма Так, как мне, будь я писательницей, захотелось бы рассказать о них Простым и ясным языком, чтобы всякий читатель смог понять Как работают его механизмы И главное, как не стать их мишенью Эта книга меня пленила Потому что в ней четко и доступно изложены непростые концепции Мне хотелось, чтобы Ракель прочла ее Но с ее уровнем французского Она вряд ли смогла бы насладиться оригиналом После возвращения в Барселону Я попыталась найти эту книгу в переводе на испанский Но не обнаружила Как же так? Эту книгу просто необходимо перевести И не только на испанский Я связалась с автором, который подтвердил, что существует лишь одно издание на французском И я выразила готовность перевести книгу на испанский На что Бушу сказал Сначала найдите издателя С этого началось наше приключение С тех пор я побывала не на одном семинаре И не на одной конференции Жана Шарля Бушу Я не раз была свидетелем тому С какой радостью и благодарностью Публика его принимала Спасибо, что открыли мне глаза Благодаря вам я сумел вынырнуть из омута Теперь я наконец-то осознал В каких отношениях пребывал Ваша книга спасла мне жизнь И тому подобное С самого начала идея перевода книги Вызывала энтузиазм у всех, кто был вовлечен в процесс Командная работа и синергия принесли плоды Я благодарна Россио и Элени Марилья За их бескорыстный вклад в проект И Рафаэлю Касасу За финансовую поддержку Переводить книгу и писать Введение для издания на испанском Было большой честью для меня Я надеюсь, что эта книга Внесет вклад в популяризацию Практической психологии Лидия Куско Барселона Июнь 2016 года Введение Кто такой нарциссический перверт? После первого издания этой аудиокниги Имевшего, к моему удивлению, большой успех Я получал множество откликов В виде личных историй В письмах и на консультациях Поэтому последующее издание Я решил дополнить пересказом истории Которые помогают лучше понять суть проблемы Закоренелый нарциссический перверт Паразитирует на родственных, рабочих Или любовных отношениях Чтобы подчинять себе других Ему необходима близость Которая позволяет влиять на жертву И не дает ей выйти из-под контроля Нарциссический перверт холоден Никогда и ни в чем себя не винит Потому что проецирует свои аффекты на другого Зато всегда готов стыдить других Ценности Чувства И поведение нарциссического перверта Меняются в зависимости от окружения и обстоятельств Внешне он дружелюбенно, умело имитирует Отзывчивость и симпатию Он обольстителен Если понадобится, будет вести себя крайне услужливо Особенно если это позволит ему добиться своих целей Нередко за чужой счет Он никогда не считается ни с потребностями, ни с чувствами других Но играет на них, чтобы манипулировать жертвой Изолировать ее и добиться от нее нужного ему поведения Он эгоцентрик и, хотя сам лжец, от других требует искренности и соответствия идеалам Как правило, мастер слова прибегает к двусмысленности и заставляет другого видеть в нем жертву Чтобы целенаправленно вызвать сочувствие к себе или растрогать Хотя зачастую нарциссический перверт лишен здоровых ценностей Он взывает к морали и общественным устоям для достижения своих целей Он умеет подбирать железные аргументы для оправдания своих поступков Часто он ревнует и изменяет Он не выносит критики, однако сам критикует других безостановочно Ему жизненно необходима подпитка за счет жертвы Чем больше он ее презирает, тем более уверен в своих силах Стоит ему почувствовать тревогу, как он тут же пытается вызвать ее у другого Мы рассмотрим механизмы, которыми нарциссический перверт пользуется Чтобы свалить на других свои страхи, злобу и чувство вины Иными словами, свое душевное расстройство Итак, вряд ли в природе существует нарцисс с идеально проявленными перверсивными качествами Но не стоит забывать, что каждый из нас порой склонен прибегать К механизмам перверсивного нарциссизма Так что аудиокнига, которую вы слушаете Не столько сочинение об этом явлении Сколько навигатор по механизмам и причинам ментальных отклонений Указывающий границу между нормой и патологией В этом плане такие персонажи, как Дон Джуан и Казанова Как нельзя лучше иллюстрируют сложность детального описания личности Дон Джуан обольщает женщин, приглашает их на свидание Но сам на них не приходит А лишь отправляет слугу проверить, явилась ли дама Если явилась, Дон Джуан испытывает удовлетворение Казанова же обольщает женщин и приходит на свидание Соблазняет их и исчезает Как один, так и другой защищаются от страха, сопряженного с идеей власти, которой они обладают Дон Джуан испытывает силу своего образа Казанова убеждается в том, что он не кастрат Следовательно, в образе Казановы мы видим половое извращение, перверсию А в образе Дон Джуана — нарциссическое Нет сомнений, что оба, совратив жертву, сбегают от нее Потому что любовные отношения подвергли бы их серьезной опасности Как мы убедимся позже, нарциссический перверт приманивает свою добычу, как Дон Джуан А затем крепко хватает ее и разрушает ее представление о себе Ею он подпитывается, проецируя на нее свое расстройство Он подчиняет себе жертву и подталкивает ее к депрессии, агрессии, извращениям, безумию, заболеваниям А в самых тяжелых случаях — и к смерти, в результате самоубийства или несчастного случая В этой аудиокниге мы рассмотрим реальные случаи, которые покажут, как порой сложно поставить точный диагноз Мы познакомимся со случаем Ванессы и увидим, как она, подобно Лорелее из стихотворения Которое я привожу в качестве эпиграфа к этой аудиокниге Превращается в обольстительную сирену, которой нравится наблюдать, как из-за нее моряки разбиваются о скалы Заинтересованный слушатель может проанализировать этот случай из практики, ответив на несколько вопросов, которые мы приводим в конце аудиокниги Мы также познакомимся со случаем Франко, который обожает жестко критиковать свою жену и обесценивать ее, обращаясь с ней как с извращенкой, чтобы забыть о чувстве предательства, которое он испытал в детстве Еще один герой — Сантьяго, директор компании, который растет в собственных глазах, унижая сотрудниц Еще мы проанализируем случай Андреа, которая начала прибегать к механизмам перверсивного нарциссизма, чтобы сбежать из неразберихи в своей жизни А затем, в отличие от идеального по структуре нарциссического перверта, начала испытывать страх беспомощности, который захлестывал ее снова и снова Откровения Андреа дополняются длинным признанием Хуана, ее возлюбленного, который после двух лет мучительных романтических отношений чуть не покончил с собой Во всех этих случаях слушатель воочию увидит работу защитных механизмов психики, которым, по сути, посвящена эта аудиокнига И, наконец, мы увидим, как перверсивные родители, без капли сожаления, приносят в жертву психическое здоровье своих детей с единственной целью — гарантировать себе личностное благополучие Немного истории Концепцию нарциссической перверсии разработал французский психоаналитик Поль Клод Ракамье в 1950-х В то время он занимался психозами, в частности, шизофренией Психоз — тяжелое нарушение психической деятельности с искаженным восприятием реальности При психозе человек путает свой внутренний мир и внешнюю реальность Шизофрения — тяжелое нарушение восприятия действительности, при котором человек перестает ощущать четкую границу между внутренним миром и внешней реальностью Главные симптомы — бредовые состояния и слуховые галлюцинации По его мнению, шизофреник с ужасом проживает внутренние конфликты, имеет привычку проецировать их на другого В своей книге «Прародитель» Ракамье так говорит о перверсиях Это инфильтраты, которые пользуются любым предлогом, чтобы отравить радость мышления и силу воображения Нарциссическим первертом движут необходимость, умение и желание самозащиты от внутренних конфликтов В частности, от боли, за счет использования объекта манипуляции в качестве инструмента и мишени Гарольд Сирлс, который также изучает шизофрению, обращает внимание на взаимодействие бессознательных процессов между больным психозом и терапевтом В книге «The Effort to Drive the Other Person Crazy» «Попытка свести с ума другого» Сирлс говорит, свести с ума другого способен каждый Добиться, чтобы он не мог ни существовать сам по себе, ни думать, ни чувствовать, ни желать гармонии ни с собой, ни с привычным ему миром Нарциссическая перверсия служит человеку средством спасения от бредовых состояний Поскольку позволяет перенести на другого свой хаос, не дает ему скатиться в психоз Однако широкое применение термин получил благодаря Марии Франц и Ригуян Французскому медику, психиатру и психоаналитику Которая популяризовала его в своей книге «Моральное домогательство. Скрытое насилие в быту» Под моральным домогательством, типичным механизмом нарциссического перверта, она понимает такое оскорбительное поведение, Которое выражается в поступках, словах, жестах, текстовых сообщениях, направленных против личности, чести, физической или психологической неприкосновенности человека и создающих угрозы его профессиональной деятельности или подрывающих его социальную сферу Нарциссическая перверсия Научному термину «перверт» в разговорной речи соответствуют такие слова, как «ненормальный», «порочный», «извращенный» Если руководитель отдела позволяет себе нецензурную брань в отношении подчиненных, он ненормальный Человек, бравирующий